Доброе утро, уважаемые коллеги. Я очень рада вас всех здесь видеть. Я хочу вас поприветствовать, поблагодарить, что вы нашли время посетить нашу сессию. Она действительно очень актуальна. Эта область динамично развивается. Мы постарались собрать всю информацию, которая может быть интересна людям, которые хотели бы тоже принять участие в подобной работе. Цифровая патология – это будущее, а может даже уже настоящее. Поэтому первая часть нашего заседания посвящена именно этой области. Кроме того, мы сегодня коснемся вопросов цитологии, современных методов цитологии, а также очень актуальных изменений в плане урологии в свете вышедшей в этом году новой классификации Всемирной организации здравоохранения. Я вас приветствую и желаю вам продуктивной работы. Всего хорошего. От себя я бы хотела добавить, что у нас сегодня дебют. Я прошу к нашим выступающим отнестись, так сказать, внимательно и, может быть, с таким не то чтобы почтением, но, в общем, аккуратно. Потому что у нас, правда, сегодня дебют, и мы очень надеемся на вашу, так сказать, лояльность и такую добрую оценку наших выступлений. Поэтому первое слово у нас у Виктории Олеговны Башлык, принцип цифровой микроскопии, и она нам расскажет о светлопольной микроскопии, вообще, в принципе, что это такое. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить вас за то, что вы посетили наш форум. Думаю, для вас наша секция будет очень подновательной. Вашему вниманию доклад сегодня на тему принципа цифровой микроскопии и светлопольная микроскопия. Новейшим направлением современной цифровой микроскопии является цифровая микроскопия, принцип которой основан на переводе изображения микропрепарата в его цифровую копию. К концу XX века оптические микроскопы подошли к вершине своего развития. Следующим этапом стало развитие цифровых микроскопов, в которых процесс микроскопии полностью оцифрован, то есть замещен переводом изображения в память компьютера. Собственно, главное отличие цифрового микроскопа от обычного – это отсутствие окуляра, через который наблюдается объект человеческим глазом. Вместо этого установлена цифровая камера, во-первых, не дающая искажений в связи с уменьшенным количеством линз, а во-вторых, улучшается цветопередача. Также изображение получается в цифровом виде, что позволяет проводить дополнительную постобработку, а также хранить огромные массивы фотографий всего лишь на одном жестком диске. Следующая ступень – сканирующий микроскоп, это уже следующая ступень развития цифровой микроскопии, которая позволяет получать изображения цитологических и гистологических препаратов с высоким разрешением. Существует несколько принципов работы сканирующих микроскопов. Это линейное сканирование, пиксельное и панорамное сканирование. Линейное и пиксельное сканирование основано на пошаговой линейной фокусировке изображения слайда с последующим формированием единого файла в формате PDF. Для работы с таким файлом необходим большой объем оперативной памяти компьютера, чтобы работать с получившимся изображением, чтобы подвергать его анализу, зуммировать изображение. Изображение линейного микроскопа увеличивается до 40 раз, как на рутинном светлопольном микроскопе. Несколько примеров производства линейных и сканирующих микроскопов и пиксельных. Это сканирующие микроскопы фирмы Leica, в частности SCN400 семейства Aperio, iScan, а также другие. В связи с дороговизной пиксельных микроскопов, сканирующих в настоящее время, они сняты с производства. Также это связано с тем, что они невозможно выполнить, они не могут выполнить панорамирование слайда. Линейные и пиксельные сканеры имеют свои как преимущества, так и недостатки. К преимуществам линейного сканирования возможно отнести высокую скорость сканирования, формирование единого файла, итогового, а также умеренные его размеры. К недостаткам относится неспособность выполнить панорамирование, а также низкую разрешающую способность. Таким образом, можно сделать вывод, что данные сканеры более подходят для удаленного консультирования препаратов и архивирования. Совершенно другой принцип сканирования имеет панорамные микроскопы, сканирующие, к которым относятся сканирующие микроскопы фирмы Panoramic, в частности 3D Histage. Принцип работы такого сканирующего микроскопа также основан на пошаговой фокусировке изображения гистологического слайда на разной его глубине, что позволяет формировать файл для каждого участка слайда, для каждой отдельной зоны, и позволяет увеличивать препарат, его цифровую копию, до 4000 раз, без временных затрат на работу операционной памяти компьютера. При создании цифровой копии такого препарата формируется папка, в которой содержится от 180 до 200 файлов для каждой зоны препарата, а также система координат, в которой проводилось сканирование. А также существует в компьютере иконка, которая дает доступ к этому файлу. В связи с техническими сложностями, к сожалению, не могу показать вам видео, как это выглядит вживую, но могу рассказать о том, что когда загружаются гистологические препараты в микроскоп, происходит сканирование для начала на каждой глубине, компьютер узнает препарат, создает его превью, в дальнейшем происходит сканирование на разной глубине, формируется большой файл, для которого нужен большой объем памяти на компьютере. Соответственно, сканирующие микроскопы, так же, как и линейные, имеют свои преимущества и недостатки. Преимущество можно отнести, это большой объем стекол, которые возможно просканировать на таком микроскопе, также это послойное сканирование разной глубины, и возможность качественной и количественной оценки микропрепаратов с помощью специализированных программ, которые написаны для данного сканирующего микроскопа. Но, к сожалению, также имеются недостатки, а именно это большой объем файлов, который минимальный объем файла для одного препарата, это как минимум 3,5 гигабайта, то есть должен быть большой объем памяти. Таким образом, можно сделать вывод, что сканирующие микроскопы больше подходят для анализа изображений, нежели для удаленного консультирования. Вот, к сожалению, тоже не могу показать вам зуммирование, насколько быстро происходит приближение препарата. Могу привести пример. В настоящее время сейчас все мы пользуемся такими упрощающими нашу жизнь программами, как Google Maps. Это карта, включив которую мы можем близко и быстро приблизить любую точку на карте. Точно так же можно провести и проанализировать изображение гистологического слайда. Это быстрое и точное приближение к любой точке препарата. Почему происходит это быстро? Потому что при формировании такого слайда для каждого отдельного участка есть свой файл. Компьютеру не нужно работать с огромным массивом памяти, чтобы найти интересующую нас точку. Он быстро и точно найдет то, что мы ищем. В заключение хочу сказать, что ни для кого не секрет, что гистологический архив в каждой лаборатории занимает достаточно большое количество квадратных метров. В то время как цифровые копии архивного материала значительно экономят пространство. Цифровые копии позволяют проводить качественный и количественный анализ микропрепаратов, как в научных, так и в практических целях. Но для работы цифрового архива и обслуживания данных микроскопов в каждой лаборатории должна быть создана IT-служба. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Можно я прокомментирую ваш вопрос? Потому что он очень углубленный и очень специализированный. Да, на самом деле облачные технологии – это наше будущее. И на самом деле то, что сейчас происходит, развивается очень такими быстрыми темпами, и дайковый формат действительно – это наше будущее. Но поскольку цифровая оцифровка гистологического препарата – это есть особая технология, она совершенно не сопоставима с технологией, например, МРТ-сканер или ПЦР-баз данных, или еще каких-то, это совершенно другая сфера деятельности, она очень сложная. И проводить анализ, да, не только захваты и создавание портретов данных, но и проводить анализ по этим портретам – довольно сложная технология. Поэтому каждый производитель стремится сделать в том формате, в котором он это делает. На сегодняшний день, да, у нас существует некоторая, так сказать, война форматов. Да, и анализ цифровых массивов – это тоже отдельная история, поэтому они, ну, как бы, каждый идет своим, пока своим путем. Наверное, они когда-то в Дайком объединятся. То есть я думаю, что это наше будущее. Ну, скажите просто, вы сравнивали существующие средства для анализа изображений с open-source продукции? Можно, это будет наш следующий, или через один доклад мы поговорим об анализе изображений. Сейчас мы просто говорим о том, что существует принципиальная возможность создания и анализа виртуальных слайдов. Почему? Потому что у нас, у нашей специальности существует, это на самом деле огромная проблема. когда мнение конкретного человека, субъективное мнение, да, мы никто не будем сейчас отрицать этот момент, что просмотр и диагностика, она в достаточной мере субъективна. И этот момент с помощью цифровых систем можно, так сказать, немножко приоткрыть, немножко открыть завесу таинства диагностики морфологической. Только и мы хотим в этом участвовать. И, собственно, этому посвящен второй наш доклад, как мы открываем диагностику для всех. То есть мы некоторым образом открываем чёрный ящик нашей морфологической диагностики. Пожалуйста, Алексей. Спасибо. Мы поговорим. Спасибо. Спасибо.